Заря Многоэтажная окраина Плывет по лунным небесам Плывет по лунным небесам Плывет по лунным небесам И шапку сняв, задравши голову Как зачарованный стою Я на краю степей и города Земли и неба на краю Земли и неба на краю Земли и неба на краю Земли и неба на краю. И снова песней нескончаемой Запела древняя струна. Веками числилась окраиной Моя родная сторона. Страна великая, красивая В круговороте всех веков. Весь мир спасала от насилия, От злых набегов чужаков. От злых набегов чужаков. От злых набегов чужаков. Весь мир спасала от отчаяния, И не боялась ничего. Твоя любовь, моё дыхание, Отчизна сердца моего. Отчизна сердца моего. Заря упала и растаяла, Ночные дремлют корпуса. Многоэтажная окраина Плывёт по лунным небесам. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, Лена, она совсем ушла к отцу? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не знаю, не думаю, что не знаю с твоей дочерью. Хочешь, я поговорю с Кормовым на совещании? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушайте, дальше разумительно. Успех у женщин в какой семье нет. Привид, вспыхте в клуб. Моя мамаша по телефону очень любит говорить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Надежь. Ну, ей-богу, все устроится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дай время. И, в конце концов, мы же с тобой не виноваты, что так все получилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поцелуй меня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я пойду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Приходи, скорей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но, брат, неудача. Пришли? Кто пришел? Ах, к тебе. Ну, хорошо, я позвоню позднее. Ну, прямо не знаю, что у них происходит. Хотела их на бед пригласить. Они опять ссорятся. Люся! Ну, перерыв-то кончается. Да, я забыла совсем. Я же ей кофточку в подарок привязала. Вот лапша. Лапша. Нравится? Стюардесса не знает, что это уже не модно. Ну, почему не модно? И что ты все недоволен, что в бассейн хожу, что меня хвалят? Плохо, что ли? Хочешь, сам учись, кто тебе мешает. Я учусь. Чему? Своему делу. Ты своему, я своему. Понятно. Зачем Борисов звонил? Да все за тем же. Но привязался к Мите? Ну, не знаю. Я бы не позволила. Что у вас тут происходит? Ну, Дмитрий, Настя, Зиня, ну, в чем же дело-то? Господи. Ну, я же есть хочу. Первый, это, между прочим, час. Люся! Ну, вы идете или нет, Митя? Я сейчас. Опять ссорится? Не я ее муж, я бы ее быстро вычислил. Вот развели самодеятельность-то. Зинаид, чего? А я вот, пожалуй, тоже в ваш кружок запишусь. Ты откуда? Да, я вот только простуженная, а вообще я талантливая. Ты можешь оставить в покое эту гирю? Не могу. Беззарядка. У меня режим. Борисова говорит, руки скоро будут цениться меньше, чем головы. Борисов говорит, расти надо. Он же тебе предлагал пойти на подготовительный курс в авиационный институт. Расти надо. Борисов не знает мою специальность. Но дело не только в специальности. Оптимизация транспортных перевозок. Это шумит, что ли, читает? Митя. Ваша задача выбрать такую систему маршрутов, чтобы суммарная стоимость перевозок была минимальной. Отдают, а? Все умными хотят быть. Ну, а что плохого-то? Исходная информация вводится при помощи перфокарты. Ничего понять нельзя. Так, ну ладно, что же делать? Не уходить-то пора. Руки, головы. Я этого не понимаю. Человек всегда в цене будет. Послушай, перестала бы ты поднимать эту гирю, а? Трудно все-таки разговаривать. Нет. Люсь, не уходить надо. Я иду сейчас. Кончал бы ты с гирей, а? Ведь надорвешься. Ступай. Что с тобой? Ступай, я сказал. Все скульптурники, разрядники. Ничего. Мы свое возьмем. Мить. Идем к нам, накормим. Не могу. Ко мне Башилов должен зайти. Будет уговаривать меня на дальние рейсы. О, да, тебе на дальние. Ты вон от Люсенькиной юбки не на шаг. Ну, идем скорее, а то перерыв кончается. Давай, давай, живи. Ты знаешь, я начал любить пасмурные дни. Как пасмурный день, так настроение бодрое. Согласен. Такое настроение мне годится. Ага. А, вижу. Пора начинать баталию. Здравствуйте. Здравствуйте. Он сегодня агрессивно настроен. Настроен, не настроен, как аэропорт. Дело горит. Вот как я настроен. На Венеру космические станции запускаем. А элементарных вещей сделать не можем. Здравствуйте. Не опоздал? Подождите, Молодой Че. Геннадий Максимович сейчас придет, он журналистский пропуск описывает. Какой журналистский? Какой пропуск? С телевидения. Это по поводу симпозиума. А где он сам? Почему его нет? Подождите, 50 минут. Вот он идет. Вот он идет. И Люся с ним шрыгер. А при чем тут Люся? Ну, просто так. А что это так много народу? Телевидение. Интересно, как на этот раз выкрутится наш друг Геннадий. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Александрович меня поддержит? Андрей Александрович в этом деле не участвует. Я знаю. Почему? Ах да, черт. Ну, вы-то меня поддержите. А как же? Извините, товарищи, задержался. Встречал представитель телевидения. Это Долгина Алина, товарищ из телевидения. Наш летчик-испытатель ведущий, Зеленополь. Очень приятно. Ребята, приготовьтесь. Сейчас начнем снимать. Пожалуйста, пройдите. Нам же поговорить надо. Мне через час на полигу. Извините, пожалуйста. Вот Маша Дружинина, ответственный сотрудник нашего института. Она вам все расскажет. Андрей Александрович, я думала, что вы... Извините, Андрей. Да, нам тут надо поговорить. Кое-какие разговоры. Пойдемте, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы сказали несколько слов о Международном симпозиуме по физике твердого тела. Хорошо? Геннадий Алексеевич, ну я... Подождите, товарищи. Мы, очевидно, мешаем. Давайте пройдем в лабораторию. Да некогда в лабораторию. Некогда, товарищи. Ну потише, потише. Можно потише? Отойдем в сторонку и выясним, кто из нас прав, кто или на вас. Маша, я хочу, чтобы вы нам рассказали о своей работе. И, пожалуйста, постарайтесь не обращать внимания на камеры, на операторов, на меня. Пожалуйста, будьте свободнее, спокойнее. Хорошо? Попробую. Хорошо. Давайте попробуем. Ребята, вы готовы? Готов. Да. Начнем, да? Хорошо. Тишина. Мотор. Есть мотор. Камера. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Дружинина. Я сотрудник научно-исследовательского института. Пожалуйста, расскажите нам о существе проблемы. Насколько нам известно, вы занимаетесь теорией прочности. Да, мы прочнисты, так мы себя называем. Ну, здание института построено недавно. Теория тоже недавняя. Она еще не завершена, но уже достигнуты довольно приличные результаты. Ну, пожалуйста, если можно, что-нибудь конкретнее. Речь идет о том, чтобы вместо частных расчетов на прочность создать теорию, дающую возможность рассчитывать прочность всех летательных аппаратов. От самолетов до спутников. И этой теорией много лет уже занимается член-корреспондент Академии наук Андрей Александрович Коробов. Да, Андрей Александрович Коробов. Стоп! Маша, мы же с вами договорились. Ну, пожалуйста, успокойнее. Ну, давайте попробуем еще разок. Хорошо? Ребята, приготовились? Ольга, простите, телефон. Это с полигона звонит. Простите, я сейчас... Ну, вот я так и знала, что что-нибудь случится. Что, с полигона звонят? Нет. Люся, Шеприкин, у вас телефон. Звонит какой-то Башилов. Кажется, у вас дома что-то случилось. Быстрее. А, ты чем делаешь? Да, ее ужасы. Так вот, значит, завтра я прошу вас прийти и... Все, я вас... Геннадий Максимович, всю документацию... Я понимаю, это сложно, но я постараюсь. Надо же. Ну что, Люся, да не отложку вызвали? Мне домой нужно... Андрей Александрович, у меня машина, может быть, я ее отвезу. А, ну, о чем разговор? Никита. Складно все получилось. Геннадий Максимович, я вас прошу, побеседуйте, пожалуйста. Хорошо, Андрей Александрович. Значит, завтра я вас жду. Так, давайте быстренько. Пожалуйста. Здравствуйте, Никитин Владимирович. А, здравствуйте. Товарищи, товарищи, подождите. Привет, Юраш, к дяди Мич, что ли? Нет, по наряду мебель возим. Ой, опять. Заведем. Осторожно. Товарищи, ну, у вас ждать или сейчас, минутчик, заодно возьми. Ну, куда же ты? А, лифт уехал. Вижу, что уехал. У нас вон машина стоит. В машине, в машине счетчик, ясно? Сколько там нащелкнут? Не смотрел. Папа, не думай. Надо, надо, папа. Слушай, ну, тише, тише. Лифт сейчас придет. Конечно. Ну, ладно. Пойду на артистку учиться. Куда идти? А, куда? В драмкружок хочешь? Приходи. Да нет, нет. Давай, учись, учись. Давай, бери. Митя, вот это номер. Что, Люсь, что случилось? Держи что, пожалуйста. Давайте. Что случилось, Митя? Ну, я же сказала. Товарищи, давайте проносимся. Ну, подождите вы. Ну, проноси. Ну, подожди, я говорю. Гиря, я знаю, какая Гиря. Митя, если что нужно, слышишь, все сделаем. Ничего не нужно, Яраш, ничего не нужно. Митя, ничего не бойся, я с тобой поеду. Ничего тебе ехать. Митя. Доктор, я не хочу, чтобы она ехала. Не надо его волновать. Несите. Загружайте. Надо, чтобы посмотрел кто-нибудь, как он там. Люсьенька, ну, если хотите, я съезжу. Хорошо? Вы? Ну, конечно. Я поеду, посмотрю и все вам расскажу. Скажите, вам не смешно, что вы и вдруг преподаете в ЖЭКе, в драмкружке? Нет, не смешно. А тогда почему вы решили с нами возиться? У вас ведь так мало времени, я знаю. Мне Лена говорила, что ваша... Как она живет? Да ничего, присматривается. Ну, скажите, почему? Что почему? Не хотите говорить? Почему я взялся за это дело? Да. Во-первых, соскучился. Я долгое время вижу людей только со сцены. Общения личного нет. Радио, телефон. Вместо простых человеческих глаз, как мы с тобой сейчас сидим. Я помню, в родном городе, во дворе, когда я был такой, как Валерка, я тоже лучше всех отдавал чечетку. Он со двора, ты со двора, я тоже. Я думаю, если искусство не опирается на улицу, на простых людей, у нее воздуха не хватает. Сейчас модное слово такое. У нее бывает кислородное голодание. Ты понимаешь, про что я говорю? Ну, может, понимаю, может, нет. Ну, что еще? Слушай, пусть мы там веревки забыли. Бумагу здесь подбери, может, пригодиться. Ты подожди в машине, я сейчас спущусь. Как Вас зовут? Инна. Инна, вот скажите своему отцу, чтобы он маленечко сократился, а то он резвый, чересчур. Хорошо, я скажу. не надо. Идите, идите. Ничего, я сэр. очень интересно, но почерк... Да, странный. Он ведь ногами работает. Ты не скажи, не скажи, он с головой палит. Нет, ну, интересно, неужели он думает, что вот это все можно поднять? Так нет, наверное, отрывки. Да ну, что ты, когда классика ведь всегда отрывки. Ну, да. Отрывки же смотреть скучно. Так ты же не смотреть будешь, ты играй. А вот распределение ролей. А, да-да-да-да. Смотри, чудно. Григорий король. Нет, король. У тебя король. А тебе пойдет. Смотри, Ира, Зинаида Агашина королева. Нерно. Чудно. Слушайте, а для кого же этот вот штырь-то придет? Зонорый. Ну, это не для тебя, не для тебя и не для меня. Это женщины будут тренироваться. Три, раз, и, два, три. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, а вы говорили, что не придут все в горе. Добрый вечер. Здравствуйте. Разобрали, что я там написал? С трудом. Мне плохой почерк. Скажите, пожалуйста, а почему ты решили именно эту пьезу? Зачем играть плохую, если можно играть хорошую? А потом я хочу, чтобы вы почувствовали, что такое театр. Да. Сегодня мы будем заниматься недолго. Мужчины сейчас свободны. Лена, Ира, Зинаида Павловна, останьтесь, пожалуйста. Ну, хорошо, мы, значит, пойдем. Через час. Меньше даже. Федя, пойдем. Зина, выйди на милочку, извините, разговор есть. Извините. Это мой папа. Вы тут занимаетесь? Ну и что? У Шуругиных беда. Митю в больницу отвезли. Что? В катастрофу попал? Да тихо, нет. А что? Сердце что-то схватило. Ой, боже мой. А что же делать-то? Ах, надо Юлечку забрать, да? Я затем и приехал. Ну, сейчас, куда же я вещи возьму? Вы меня извините, пожалуйста. Что, Зина? Ну, не идти надо. Что случилось? Извините, ради бога. Ничего, ничего занимайтесь. Я извиню. Ну, не идти. Не идти. Ну, что ж. Занятия не получились. Да. Буду работать потом с ребятами. Не расстраивайтесь. Мне ведь все равно надо. Ты же знаешь, разговоры у меня. Опоздал я, что ли? Извините, я... Ну, ногу подвернул. В принципе, опоздал. Но с ребятами потом будем, через час. Привет, Валер. Салют. Глент, можно тебя на минутку? Ну, зачем? Поговорить надо. Ну, что? У мамы твоей сегодня гости. И она тебя зовет. А. Ясно. Не пойду. Простите. Кстати, как живет ваша мама? Они живут хорошо. Я понимаю. Я вас спрашиваю, как она живет. Она? Скажите, что я к ней сегодня заглянул. Я передам. Хорошо, передайте. Все. Ну, пошли. Куда? Я тебе сказала, не пойду. Глеб, слушай. Малый, ну, видишь, девочка не хочет идти. Валер, иди-ка сюда. Валер. Ты вот только не руководи, ладно? Я тебе не подчиняюсь. Все. Ну, все, все, пойдем. Отойди от девочки, я сказал. Валера, слушай, ты что, с ума сошел? Это ее жених. Пардон, Малый, извини. Окладочка. Что уж там. Федор, Федор. Здравствуйте. Валера, ну, ты дымно притащил? Ага, сейчас я. Что? Побежал. Дождик на улице или нет? Ему нельзя, понимаешь, он теперь гамлет. Пойдем, выйдем. Я тебе выйду. Тур. Надо поговорить. Да вы что? Эдик. Ну, что? Ребят, куда вы? Спокойно, спокойно. Валера, Эдик. Ну, ладно, ладно. Ой, что? Слушай, ну, кто же Офелю это играть? Вот Ира или Лена. Я не буду. Почему? Не хочу. Ну, почему ты не хочешь? Хорошая роль. Тебе пойдет очень. Офелю очень трудно играть, она ненормальная. Вот тогда тебе надо играть. Шутить. Я буду играть кормилицу. Кормилица из Рома и Джулина. Что же получается? Интересно получается. Ну, вот. Это драка получается. Ну, пусти руку, слышишь? Черт здоровый. Чит! Я тебя давно приглядел, понял? Я хулиганов не уважаю, понял? Какой он хулиган? Он и есть хулиган, он настоящий хулиган. Ты запомни, парень, где я живу, там хулигану не жить. Я тебя в милицию не поведу, понял? Я тебя домашними средствами буду учить, а там еще с работы полетишь. Да как же вы так можете говорить? Это же Валера. Какой он хулиган? Эдик, что ты молчишь? Скажи. Валер, постой. Валер. Да ладно. Ну, сами разбирайтесь. Привет. Привет. Все из-за тебя получилось. А еще молчит. А ты что? Ты к этим не приставай, и Валерка сам виноват. Всегда первый. Видит, что жених с тобой разговаривает. Отойди. Что? Да. Какой жених? Эх ты, жених. Валер, кто ты по должности? На все руки. Кулибин. В армии был электриком, а в ЖЭКе и сантехник, и монтер. Уйду я отсюда. Задергали совсем. Надоело. Что это такое? Положи на место. Чеканка, резьба. Где достал? Ух ты, какая красота. Тут их целая куча. Отойди от стола. Ну и пожалуйста. Где награбил? Что? Ну, я не знаю. Купил, достал. Откуда я знаю? Запомни. Я за всю жизнь гвоздя чужого не взял. Валерка, ты ненормальный. Сам, что ли, сделал? Знал бы я, кто ты есть. А кто я? Ну, кто? Ладно, сомнём. Валер, ну, пойдём на занятия к берзню. Видал я эти ваши занятия. Валер, он ждать не любит. Подожди. Что? Ладно, пойдём. Вот сам иди. Нужен ты мне больно. А что ты на меня кричишь-то? Чего ты раскричался? Вы вызвали лифт? Вот спасибо. Слушай, а чего я в Масалов-то ушёл? А он ждал-ждал. Говорит, больше ждать не буду. Вы, говорит, артисты. Ну, четвёртый. Ну, как же? Так вот, как тебе сказать? Агашин не может? Шурыгина в больницу отвезли. Он всё вот этой гирей-то вот занимался. Где он её взял проклятую ещё? Этот Масалов ему достал. Но Масалов тут не виноват. Шурыгину каждый день этот звонит. Кто? Муж Корбовской жены. Это он Шурыгин до сердца довёл. Вот так. А, вон оно что. Смотри-ка, а. Здравствуйте, Кадр Александрович. Привет. Говорит, здравствуйте. Приветствую вас, здравствуйте. Через неделю приду к вам встречусь. Мне, наверное, там занят кто-то, ездит там. Понятно. Может, его четвёртым, а? А давай попробуем. А, кстати, Григорий, вы оказались правы. В чём-то я себя чувствую гораздо лучше. Вот видите, я же вам обещал. Нет, я не о здоровье. Я боялся ехать в эти дома новостройки, но ехал сюда с некоторым ужасом. А теперь хожу на работу пешком, дышать легче. Это всё ерунда. Да. Вы не всегда не любили эти новостройки. Вы вспомните. Вспомните, мальчишки до войны. Как мы любили эти новостройки. Да, да. Особенно в тридцатые годы. Вот-вот. Запах краски, вытоптанные дворы, первые иголки и лестницы. А когда идёшь по двору, загорается и гаснет втоптанные в землю стекляшки. Мы просто забыли. Да, я забыл. Действительно, я забыл. Вы умница. Андрей Александрович, для игры в домино нужны четыре человека. Нас двое, а Масалов дома ждёт. А играть-то где? Козла хорошо забивать в садике, под грибочком, возле детских каруселей, чтобы вызывать ненависть всех домохозяйков или тонистов. Да нет, нет. У Масалова дома, в зоне отдыха. Где? Это он так называет, зону отдыха. В диванчик. У него там стоит, мы столик поставим и будем играть. Ну ладно, вы поезжайте. Я зайду. Хорошо. Зайду, зайду. Хорошо. Пойдём я. Да ты не волнуйся. Придёт, придёт твоя Лена, никуда она не денется. Зачем пришла? Вот. Я тут разбирала вещи, нашла твои фотографии для работы. Возьми. Нет, не нужно. У меня есть негативы. Ну, может, пригодится. Возьми. Что за люди? Люди как люди. Как ты живёшь? Нормально. Вот, говорят, Лена с каким-то хулиганом встречается. Не думаю. Опускаешься ты. Нет, Надь, поднимайся. Лену ждёшь? Да. Ты Лену знаешь? Я? Да, знаю. Я... Мать Лены. Ты с ней дружишь? Наверное. Что за мальчик, с которым она встречается? Это Валера. Чёткий ответ. Я пойду. Да, иди. Пеносин. Пеночка. Ну, как ты живёшь? Я живу хорошо. Тебе, Эдик, говорил, что я тебя жду сегодня? Я живу хорошо. У меня сегодня гости. Не надо. Лена. Леночка. Ты меня совсем не любишь. Я люблю тебя, слышишь? Я тебя люблю, мама. Я люблю тебя, я люблю тебя. Привет. Пока. Зря ты с матерью так. Как так? Людей ты любишь? Да. Гуманист, да? Да. Что ж, значит, ты и вашим, и нашим? Нет, Леночка. Я только нашим. Зря ты с матерью. Так. А Юлька где? У Агашиных. Зайди, посиди. Некогда. Я пойду. Ну, пока. Ну, я еще заеду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто это вышел сейчас? Это Юраша. Ваш друг? Митин друг. Он меня не любит. А что же Маша-то не едет? Она заехала куда-то? Ну, вы не волнуйтесь, Маша человек четкий. Если она сказала, она приедет обязательно. Ну, вот. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы извините, что зашли. Ничего, проходите. Как Митя? Не знаю. Мы подумали, может, что нужно. Вы скажите. Да нет. Пока ничего не нужно. Ничего. Да вот, Катерина пристала. Зайдем, зайдем. Может, их дочка у нас посидит. Я ведь дома всегда. Я бы с ней в садик ходила. А Юльку у Агашины забрали. Проходите. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У Агашиных же все работают. И потом у них ночевать с ней народу больше. А я с детьми умею. Неудобно родням обидеться. Спасибо, Катя. Да я и говорил. Я бы с ней в садик ходила. Наконец-то. Ну, приехала. Нет. Еще. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись. 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 Да некогда садиться-то. Ой, ты знаешь, на работе сегодня так устала. Да и сейчас Юлю купаю. Я пойду за бельем. Оно у тебя там в той комнате, что ли? Угу. Я возьму. Ладно? Да, конечно. Хорошо. Ир, а у тебя мальчик есть? Нет. Как же нет? А кто ж тебя у лифта дожидался? Когда? Ну, когда я из магазина пришла. Ну, с пластинками-то. А-а-а. Ну, не. Ну, какой ты мальчик. А кто ж, девочка, что ли? Нет, я не в этом смысле. Да не красней. Не красней. Что же это такое, господи? А что мне краснеть? Это же Эдик. Жених Лены Коробовой. Ну, не скажи. Он ей не подходит. Да, Люсь, Митька, он парень здоровый, обойдется. А почему не подходит? Не знаю. У меня на это свой глаз. Не подходит и все. Он перед ней робеет. Да он не перед Леной робеет. Все, женщины. Все про свое, все про свое. Ну, что ж, нам молчать теперь? Да, Люсь, совсем забыла. Кроватку надо Юльную перенести. А вообще-то он ничего. Да, ничего. Только он немножко заикается. Да ничего. 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 Катя. Катя. Не волнуйтесь. Не волнуйся. Все хорошо. Все нормально. Не волнуйся. Ну, как вам там? Ну, что сказали? На первый раз обойдется. Доктор сказал, что дня через три-четыре выйдет. Все нормально. Ну, как же это все получилось? Да как же. Его этот довел. Все время по телефону звонит и за Люсей пилит. Кто такой? Муж коробовской жены. Вот кто. Геннадий Максимович. Он. Хорош. У своего друга жену узел. Зачем за глаза про человека говорить? А я ему и в лицо скажу. Сама бы не захотела, не увел. Женщина сама выбирает. Ну, не скажите. Если бы у Коробова все гладко шло, ничего бы у этого друга не вышло. Я таких знаю. Как увидят, где что плохо лежит, они тут как тут. Не упустят. Вась, ну не надо. Хотите, я вам помогу, а? Ой, пожалуйста. Пойдемте. Пойдем. Спокойной ночи. Счастливо. А что вы все равно, Геннадий Максимович? Причем тут он? Ой, наверное, ему сейчас и кается. Вы не совсем верно понимаете, Люся. Что он, плохой, что ли? Ну, это смотря по какому счету. Он, он удобный. Он у нас считался самый хороший профессор. С студентами вместе всегда и на практику вместе с нами. И в институт меня рекомендовал. Он всю жизнь считался хорошим парнем. Маш, вы телефон в больнице взяли? Ну, конечно. Ну, только сейчас звонить рано, я думаю. Через часок позвоним. Хорошо? А, там телефон автомат на площадке, я видел. Надюшенька, ты скоро? Ну, не надоело. Все, гости, 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 гости. Ну, не сердись, пожалуйста. Это же непростые гости. Академик Потапов, Василий Сергеевич, они им очень нужны. Не сердись. Скоро будет все по-другому. Мы с вами будем ходить по гостям. Ты очень устала. Нет, ничего, ничего. Ты скоро? Сейчас, я сейчас, 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 сейчас. Надо с ней поговорить. Мне кажется, она просто сама не понимает, что делает. Ну, поговори. Нет, это не тот случай, я думаю. Должен поговорить мужчина. Не выдумывай. Я по себе знаю. Пожалуйста, поговорите. А я пойду к машине. Договорились? Знаете, я сейчас вспомнил. В Харькове, да, в Харькове после войны был такой случай. Эдик, там за тебя пепельница, дай, пожалуйста. Гена, ты не забыл, который час? Нет, спасибо, мама. А что такое? Да, просто в программе «Время» небольшой сюжет о работе нашего института. Так. Любопытно. А кто делает сообщение? Дружинина. Ваша? Да, в общем-то, ничего особенного. Так, небольшой сюжет. А кто это Дружинина, я не знаю. Сотрудница Коробова. Ну, а почему не он сам? Отказался. Ну, теперь её выдвигает. Фактически, она становится его первым помощником. Нет, не думаю. Скорее, не знаю, мне кажется, мальчик на побегушках. Девочка на побегушках. Да. В общем, неважно. Случилось так, что она сорвала эту передачу, потому что заболел у одной нашей сотрудницы муж, и она поехала устраивать его в больницу. Муж Шурыгиной. Да, Шурыг. Ну, ладно. Скажите, Яунис, вы собираетесь, кажется, ставить Гамлета? Собираюсь. А почему бы и нет? Ну, в общем, конечно, почему бы и нет. Просто мне кажется, что нашим Жеком... Нет, как председатель домкома, я даже этому очень рад. Нет, но как вы согласились? Мне интересно. Да? А как вы вообще-то попали в этот драмкружок? Мне позвонил Коробов. Вам не кажется, что этот Коробов слегка зазнался? Да, есть немножко. Ну, и вы согласились? А почему бы и нет? Да нет. Просто мне кажется, что с вашим именем... Ну, имя мое в Жеке точно не пострадает. Да? Да. Десять лет они возятся с одной темой. Немноговато ли? Да нет, зато какой. Какая удача в случае успеха. Вот именно. В случае. Это не застольный разговор. В конце концов, люди устали. Он же сумасшедший. Работать, как Коробов, не каждому дано. Его перегрузки не каждому под силу. Кто устал, может уйти. Я так и сделала. Наденька. Наденька у нас красавица. Вы знаете, когда мы жили на Кропоткинской, я помню, был такой случай. Не надо случая. Не надо. Надя, как вы живете? Вы знаете, что... Я ведь пришел из-за вас. Спасибо, Явня, спасибо. Не хлопочите. Не за вас обоих. Не за вас, и за Андрея. Спасибо. Я все понимаю, все нормально. А вы действительно считаете, что жильцы этих корпусов смогут сыграть Гамлета? Они ведь не собираются поступать в театр. И думаю, что им пожить великими чувствами просто интересно. Да, и вы считаете, что у них хватит культуры, образования, что они все поймут? Шекспир ведь не писал только для образованных. И Шекспир не боялся, что его не поймут. Он писал и для грушщиков из лондонского порта тоже. И то, что мы, может быть, и не поставим Гамлета, это не самое важное. А прикоснуться к поэзии Шекспира, во-первых, мне интересно, а ребятам просто, просто полезно. Да. С вами трудно спорить. Пожалуй, да. Это мне, знаете, профессиональная привычка все... Знаете, у нас все анализ, анализ. Да, понятно. Ну, как, позвонили? Позвонила. Дежурная сказала, что заснул. Давление тоже понизило. А Маша где? Куда пошла? Она с машиной возится. А. Люсь, вы не обидитесь, если я скажу, что с вами происходит? Скажите. Вы из рабочей семьи. У вас ребенок. Перспективный инженер. Работаете в исследовательском институте. Ну, в общем, все нормально. Надо двигаться дальше и дальше, так? Так. И вот мне кажется, что вы хотите доказать себе и всем окружающим, что вы не стандарт. Я угадал? Ну, вы знаете, сейчас все стали бояться стандарта. Логика такая. Если дома стандартные, мебель стандартная, значит, и жизнь стандартная, люди стандартные. А это неправильно, вообще-то. Самые прекрасные девушки, которых я знал на свете, были девушки сороковых годов, военные девушки. Хотя все они были одеты в одинаковую военную форму. Но каждая из них была неповторимая. Общая одежда, ну, она просто означала принадлежность их к общему делу. Вот когда они надевали разные гражданские платья, то что-то в них пропадало. Для меня, по крайней мере. Индивидуально, что ли? А в одинаковой военной форме они все были разные. Ну, так вот мне запомнилось. А знаете, вы похожи на одного человека, он тоже так считал. Я так думаю, Люсь, что стандарт страшен тогда, когда люди не связаны с общим делом. когда все придумывают себе внутренние, вернее, внешние отличия, а внутренние все становятся похожи друг на друга. Я что хочу сказать. Рядом с вами живет человек, который не гонится за внешними отличиями. Ну, вот, ну, вы понимаете, кого я имею в виду? Я говорю о вашем муже. Вы правильно все говорите? Вы хотели что-то рассказать? Вы хотели что-то рассказать? Да. Это очень смешная история. В Наденьку все влюблялись. Однажды она была дома одна, и к ней приехал жених. Жених? Да, это он так себя считал. Сумасшедший какой-то. Увидел ее на улице, влюбился. Узнал, где она живет, приезжает к ней, звонит. Она спрашивает, кто он. Говорит, я тебя люблю, и я приехал на тебе жениться. Это было счастливое время. Мы тогда очень дружили с Коробовыми. А Гена и сейчас его очень любит. Да, это очень смешная история вам. Мамуля, а ты никакой другой истории рассказать не могла, нет? Почему? Очень смешная история. Простите. Правильно все говорить. Ух, все это не так просто. У меня был один человек. Но это было до Мити. Я работала у вас в институте. И вот там встретила я его. Я полюбила его сразу. Он меня тоже. Он был женат, у него был ребенок. Никто не знал об этом и сейчас не знает. Это было два года, продолжалось. Два года мы любили друг друга. Ух. Вот, а потом я поехала на картошку. И туда приехал человек из вашего института и сказал, что были испытания, и он погиб. Погиб. А я не могла даже подать виду. А потом нужно было жить как-то. Потом я встретила Митю. Он меня полюбил. Погиб. 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 Он был в институт. Пришли студенты. Праздновать окончание института, защиту диплома. Позвонили Геннадию Максимовичу. Он позвал нас к себе и... И все пошли. Я тоже пошла. Без Мити. Вот тогда, наверное, я первый раз обидела Митю. Зачем я все долго? Скажите, а если бы, когда позвонил Борису, вместо Мити был тот-другой, вы пошли бы? Нет. Тогда я хочу сказать вам, Люся, что вы можете потерять и второго человека. Он может погибнуть прямо у вас на глазах. А вы этого даже не заметите. Ну? Поехали. Наденька, ты что, хочешь пройтись? Да. Надюш, ты прости меня. Я очень люблю тебя, но я растерянна. И опять сказала не то, что нужно. Ну ничего, ничего. Ты одень кофточку, а то холодно. Надюшенька, что такое? В чем дело? Оставьте в покое меня! Совершенно Наденьку не жалей ему. Мама, прошу тебя. В чем дело? Ну неужели ты не видишь, как она мается? Мама. Не надо было гостей звать. Не надо. Мама. Да. Мама. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok